Специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, введен во всех регионах России. Физические лица и предприниматели, которые перейдут на него, смогут платить налог по льготной ставке 4 или 6%. О плюсах и минусах нового режима для самозанятых поговорим прямо сейчас. Сразу видно, грамотная женщина. ИП и физики вправе применять специальный налоговый режим при введении определенной деятельности, если у них нет работодателя и они не привлекают наемных работников под трудовым договором. Первый и безусловный плюс – режим позволяет гражданам легально вести свой бизнес и получает доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Для вас есть замечательная вещь. Рекомендую. Знаете, что это? Смотрите. Подождите. Знаете, что? Это крем. Ой, подожди. Это крем для выражения лица. Ну, а это? Замечательная вещь. А это пудр, помада, духи. В общем, набор косметический конвейн-красы. Сколько? Особенно это становится актуальным в связи с ужесточением оборота с наличностью и контролем операции на банковских картах физиков. Стабильность ставок налогообложений. Пилотный проект будет длиться 10 лет. При этом в течение этого времени не будут увеличены налоговые ставки или уменьшен предельный размер доходов для применения спецрежима. Низкая налоговая ставка и возможность применения налогового вычета. Размер вычета определяется в зависимости от ставки НПД. Если к доходу, облагаемому по ставке 4%, вычет снижает налог на 1%, то к 6% доходу вычет снижает налог на 2%. Возможность заказчику, физическому лицу, легально уменьшить свои расходы при работе самозанятым. ИП и физики, которые оформили спецрежим, освобождаются от необходимости составлять и сдавать отчетные документы для налоговиков, сдавать декларацию о доходах. Самозанятые граждане являются участниками системы обязательного медицинского страхования. Удобный и прозрачный сервис «Мой налог». Налогоплательщики могут подтвердить свои доходы при получении кредита или оформлении пособия. В приложении формируются две справки о регистрации в качестве самозанятого и доходов за любой период. Их можно отправить на электронную почту в ту компанию, которая попросила предоставить такой документ. Также в сервисе «Мой налог» доступны инструменты аналитики для детального финансового анализа своей деятельности. Самозанятые граждане могут посмотреть все выставленные чеки за любой период. В этом же окне отображаются предварительные начисленные суммы налога. За ними можно следить в течение месяца. Оплачивать налог можно частями, либо перечислить всю сумму единовременно. Главное, чтобы начисленная сумма налога была уплачена не позднее 25 числа следующего месяца. Если самозанятый не хочет больше быть плательщиком НПД, то нужно сообщить об этом через приложение. Регистрацию в качестве самозанятого прекратят автоматически. Но при этом необходимо погасить все долги по налогу, которые имеются. При необходимости можно вновь зарегистрироваться и платить налог в качестве самозанятого. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз. Но есть и своя ложка дегтя. Так самозанятым считается лицо, величина доходов которого не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. Для предпринимателя это не так и много. Получается примерно 200 тысяч рублей в выручке в месяц. И дай бог вам столько зарабатывать, сколько он зарабатывал. Первый минус. Необходимо контролировать величину дохода. Если годовой доход самозанятого превысил 2 миллиона 400 тысяч рублей, то регистрация в качестве плательщика НПД прекращается. Если сумма доходов превысит установленный лимит, то налоговики сами снимут самозанятого с регистрации в тот же день. Если самозанятый был зарегистрирован ранее как ИП, то удобнее всего перейти на упрощенку с объектом дохода. Тогда заявление о переходе подается в налоговую инспекцию в течение 20 календарных дней после снятия с учетом. Невозможность получения бонусов при повторной регистрации в качестве самозанятого. Например, если физик или ИП ранее зарегистрировались как самозанятые, а потом снялись с учетом, то при повторной регистрации бонус ему не предоставят. То есть бонус в размере 10 тысяч рублей предоставляется государством единожды и расходуется постепенно по мере оплаты налогов. Ограниченность видов деятельности при применении спецрежима. Например, НПД нельзя использовать при реализации подакцизных товаров и продукции со специальной маркировкой. Тем более, что в свете последних лет в нашей стране уже промаркированы многие товары. И, наконец, самый большой минус – большие суммы штрафов за допущенные нарушения. Так самозанятый на каждый платеж должен сформировать чек в приложении. Если самозанятый получает деньги наличными, на банковскую карту или на электронный кошелек, то чек формируется немедленно, в момент расчета. При иных формах расчетов чек должен быть сформирован и передан покупателю не позднее 9-го часа следующего месяца. Нарушение сроков выдачи чека карается сурово – 20% от поступившей суммы. За повторное нарушение – 100%. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с Роско.